Продолжение следует... Мы с вами слышали о том, что сатана, когда не может отклонить человека от начала исправления жизни, начинает мешать ему идти этим путем, начинает мешать ему жить жизнью доброй разными способами. Если же не может свалить человека и в этом, то начинает приводить его в самомнение. Мы слышали, да, здесь некоторые цитаты святого преподобного Иоанна Лествичника. Вот продолжим развитие этой главы, этой беседы. «Всего бывающего при этом описать никакое перо не может. Вот, внимай себе, одно мерило держа в уме, да, то есть одну меру, лишь на одно ориентируйся, а что же это? Единому Богу благоугождать всем и большим и малым. И сама жизнь научит тебе ясно видеть и проразумевать вражеские козни». И действительно, если человек старается всецело во всем, всей своей жизнью, всем своим существом исполнять заповедь Божия о любви к Богу, а как мы должны любить Бога? Всем помышлением своим, всей крепостью своей, всем умом своим, то есть всем своим существом. Когда такое есть, и когда человек идет путем исполнения вот этой заповеди, то, несомненно, он может ясно и четко научиться видеть, что же мешает делать этому. Ну, а чтобы было легче понять, здесь нам предложены некоторые примеры, как все происходит. «Приложу, однако же, тебе два-три примера, какие смуты воздвигает враг в душе нашей, чтобы попортить дела наши, когда они должны длиться определенное время». Тоже очень важное замечание. «Определенное время должно дело длиться». Это говорит о том, что Бог промыслом своим всегда находится рядом с нами, всегда контролирует всю нашу жизнь. И в нашей жизни не бывает ничего лишнего или напрасного. Очень важно всегда держать в себе память о этом. Итак, когда, например, больной расположится, благодушно переносить болезнь свою. Болезнь случилась, знакомое явление. Почему Бог попускает человеку болезнь? Причины могут быть разные, но конец всегда один может быть для блага человека. Болезнью могут грехи человеческие, выправляться, или даже, бывает такой термин, пожигаться. Страдания пожигают, вот эти вот грехи в человеке. Грех может человек отводить, вот не грех, болезнь отводить человека от грехов. Действительно, знаете, лежащий с высокой температурой, ну, вряд ли пойдет кого-то ограбить, например. Или вряд ли будет предаваться разврату или пьянству. Разная бывает причина. А бывает еще Господь через болезни учит нас, очень важный добродетель, такой, как терпение. Вот о терпении сегодня идет речь. Итак, больной расположился благодушно переносить болезнь свою. И переносит, правильно настроившись, зная, что Господь все очень четко определил, что болезнь имеет начало, имеет конец. То есть, соответственно, есть определенный срок, в который нужно просто мужественно себя вести, доверившись Богу, и далее благодушно терпеть, дабы научиться терпению. Враг, зная, что таким образом он утвердится в добродетели терпения, подступает расстроить его благорасположение. То есть, старается вот это благое состояние человека расстроить, испортить, чтобы человек бросил это дело или не имел плода. Итак, для этого начинает приводить ему на ум многие добрые дела, которые мог бы он совершить, если бы находился в другом положении. И старается убедить его, что если бы был здоров, так хорошо поработал бы Богу, и сколько пользы принес бы и себе, и другим. Ходил бы в церковь, вел бы беседы, читал бы, писал в назидании ближних и подобное. То есть, человеку начинает с сознания и помыслами рисоваться картина другой жизни, более доброй, более полезной, более плодотворной, нежели то состояние, в котором он сейчас пребывает. Заметив, что такие мысли принимаются, вот, кстати, тоже очень важное замечание, дьявол не может знать, о чем мы думаем, но замечает о этом по внешним признакам. То, что происходит в сердце человека, знает лишь только Бог. Сатана как бы вслепую засеивает нас помыслами, этими своими прилогами. А дальше же смотрит по поведению человека, приняты они или не приняты. Но, будучи очень искусным психологом за все эти тысячелетия войны с родом человеческим, наверное, не составляет для бесов большого труда это сделать. Особенно, если человек живет невнимательно. Вернемся к тексту. Итак, заметив, что такие мысли принимаются, враг почаще приводит их на ум, размножает и раскрашивает, проводит до чувства. Да, то есть, уже опять же следит. Прочувствовал человек эти мысли или пока лишь только с вниманием к ним относится. «Вызывает желания и порывы к тем делам, представляя, как хорошо шли бы у него те или другие дела, и возбуждая жаление, что связан по рукам и ногам болезнью». Смотрите уже, что получается. Человек изначально вроде бы рад даже тому, что Господь ему доверил. Такое важное дело, как потерпеть в болезни, научиться терпению. Сейчас, поверив в сатане, в том, что жизнь могла бы быть другой, а сейчас он зря время проводит в этой болезни, начинает уже жалеть о том, что это происходит. Конечно же, здесь это обязательно вытекает в недоверие Богу. Мало-помалу, при частых повторениях таких мыслей и движений в душе, жаление переходит в недовольство и досадование. Ну, конечно же, сначала недовольство вообще ситуации, но и, несомненно, человек начинает быть недовольным Богом. То есть, до этого все происходит, проходится. И, соответственно, все это может привести к явному ропоту и даже где-то в рожде на Бога. Вот, казалось бы, доброе дело, как может быть перевернуто в откровенное зло. Прежнее благодушное терпение таким образом расстраивается. И болезнь представляется уже не как врачество от Бога и поприще для добродетелей терпения, а как нечто неприязненное делу спасения. И желание свободиться от нее делается неудержимым. Все еще в видах получения через то простора для добродетелей всяческого Бога угождения. Да вот тоже вот в чем здесь еще лукавство и хитрость. То есть, вот эта попытка сбить человека в зло сатаной всегда показывается как нечто доброе. То есть, видите, о чем пишет. Уже забывает человек о том, что он уже в добре находится, благодушно терпя болезнь. Доверившись Богу, он как бы помогает Богу исправлять самого себя. Но сатана ему рисует другое добро. Что вроде бы Богу надо угождать по-другому. Что ты вот сейчас время тратишь, силы тратишь на эту болезнь. Ведь гораздо было бы лучше делать что-то иное. И примеров очень много в сознании может быть приведено. Целые картины, целые фильмы могут нам демонстрироваться. О том, как хорошо бы мы жили, и самое главное, Бога бы угождали другой только жизнью. Не вот этой, а другой. А все это для чего? Опять же, чтобы человека расстроить. Смотрим дальше. Доведший до сего, враг крадет из ума его и сердца эту благую цель, желание выздоровления. И оставляя одно желание здоровья как здоровье. Заставляя досадливо смотреть на болезнь. Не как на припону к добру, а как на нечто неприязненное само по себе. То есть смотрите, что дальше происходит. Сначала человек в данной ситуации недоволен болезнью, потому что она мешает ему жить добродетельно и Богу угодно. А дальше потихоньку человек уже и забывает о этой причине недовольства. А уже хочется ему выздороветь просто самому по себе, чтобы это наступило. Уже не до добра, уже надоело терпеть. И действительно ведь, что здесь еще открывается нам? Когда человек настраивается благодушно терпеть болезнь, доверяя Богу, в такой ситуации Бог незримо поддерживает человека. Поддерживает его силы и телесные, и, конечно же, в первую очередь силы Духа его. Чтобы тот мог вот так удобно для себя научиться это добродетели. Бог никогда не оставляет нас без помощи в добрых делах. Но если мы отвергаем Бога, отталкиваем своим недовольством, да, или вот этой верой в сатане, что можно было быть как-то жить по-другому, то есть не доверяя Богу, тем самым мы лишаемся и помощи от Бога. Тогда болезнь становится тяжелой, невыносимой. Ведь человек уже вовсе и не смотрит уже ни на какое добро, уже не до этого. Ну а как без помощи Божьей, без благодати Божьей о чем-то добром думать? Нет. Уже в центре его внимания становится он сам по себе. Хочется ему скорее стать здоровым и эту досадную болезнь скорее забыть. Но от этого что? Нетерпеливость, неврачуемая благопомышлениями, берет силу и переходит в ропотливость. И лишает больного прежнего покоя от благодушного терпения. А враг радуется, что успел его расстроить. Точь в точь таким же образом расстраивает врага бедного, терпеливо переносящего участь свою. Рисуй ему, какими добрыми делами украсился бы он, если бы имел состояние. Вот такая хитрость. Увлечь человека фантазиями, воображением о каких-то других добрых делах, о другой богу годной жизни. Без Бога. Тут Бог дает возможность научиться терпению. А там я без Бога буду делать добрые дела. Вроде как бы ради него. То есть можем что увидеть. Подход, в общем-то, давным-давно известен со стороны дьявола. Ведь и первым людям в раю предложилось то же самое. Что вы будете как боги. Можно стать богами без Бога. Ничего плохого ведь в этом нет. Все божественное оставляется. Просто теперь не он, творец, будет источником вашего блага и всего, что у вас есть. Вот это вот блаженное состояние. А вы сами будете источниками. Все же хорошо, все нормально. Главное, от него отвернуться. Вот от того, от творца. И сами справитесь. Вот и здесь ведь то же самое. Под видом добра человеку предлагается явное зло. Подобно этому враг нередко расстраивает находящихся на поприще послушания в обители. Или у какого старца. Успевая убедить их, что оставаясь при этом порядке жизни, они не скоро дают до желанного совершенства. И разжигая в них желание затвора или пустынного жительства. И нередко бывает, что таким его внушением следует. Но достигнув этого, там наедине предаются нерадению. И теряют то, что прежде приобретено было с трудом и в послушничестве. Вот такая метода борьбы с человеком, уже начавшим жить жизнью христианской. Утвести его, опять же, от Бога, испортить всякое дело его. Вот на этом мы сегодня читать заканчиваем. Дальше продолжим читать 33 главу.